доброе утро друзья сегодня 8 мая 2020 года утро идем на работу по улице достаточно много холодно ясная погода вот продолжаем нашу рубрику знакомства и отказа особенность линии госпальными образованиями в том числе моей родины Малой Силикатной вот Сингелеевский район снова хочу рассказать о важности кадровых решений и персонала который работает в администрации во-первых у нас в штате были предусмотрены специалисты разных направлений и это было связано с теми полномочиями которые выполняла поселение в рамках устава и ФЗ-131 поэтому у нас мы полномочия никакие в район не передавали и все работу производили на месте тем самым аккумулировали как можно больше бюджетных средств каждая полномочия переносится если вы его выполнять не можете может передается на уровень выше если не будет отдельного какого-то закона либо указаний но в принципе можно многие вещи сделать самостоятельно на местах у нас был финансист главный бухгалтер были специалисты по вопросам ЖКХ и соц вопросов были специалисты по военному учетному столу который непосредственно взаимодействовал с военкоматом также были специалисты которые занимались сборами и взаимодействием с налоговыми органами и с органами статистики и с органами другого иного контроля для того чтобы постоянно администрация была на прямой взаимосвязи с населениями налогоплательщиками с юридическими лицами с предпринимателями это очень важно и самое главное что в свое время очень много времени уделяли на обучение переквалификацию на обмен опыта то есть в работе администрации очень важно не только чтобы сотрудники обучались узнавали повышали свой курс профильный но и в то же время взаимодействовали с другими муниципальные образованиями и не важно соседние это муниципальное образование либо это соседний район либо это город ульяновск и центральные какие-то офисы но только при очень тщательном взаимодействии можно добиться хороших результатов свое время такие вот направлений как пенсионный фонд социальная защита они в нас администрации поселения видели хороших помощников и мы взаимодействовали и тем самым снимали большую сказать нагрузку и с этих органов власти представительств и нашего населения то есть мы помогали брали документы возили соответствующие отделы показывали сдавали и люди получали материальную поддержку своевременно но и другую консультационную помощь и это работал как единый организм сейчас приходу новых технологий мфц и многое другое принцип не поменялся поменялись определенные специалисты и может быть взаимодействие стал еще более информационным но консультации населения нужно проводить ежедневном формате и самое главное администрация поселений никогда подчеркиваю никогда не отстранялась от бед проблем населения во всех вопросах жизнедеятельности всегда и глава и специалисты любой дня и ночи любой день выходной и проходной оказывали помощь населению во всех вопросах и всячески помогали потому что будем честными сегодняшний день и всегда не каждый житель каждый пенсионер или инвалид или молодежь знает все нормативы документы и иногда не могут оформить элементарных вещей поэтому администрация является хорошей поддержкой не знаю как сейчас но в свое время у нас были все специалисты всех секторов ну и взаимодействовали поэтому на сегодняшнем приблизи еще раз хотел бы подчеркнуть что необходимо составе администрации иметь грамотных специалистов отвечающие за свою деятельность а также отзывчивых и многие то и сейчас работают свое время мы их даже я и принимал работу вот и многими богу время деляли именно на обучение вот ну я думаю что сегодня вот этого будет информации достаточно поэтому повторюсь уже неоднократно кадры решает все персонал который работает и будет работать должен быть максимально обученным максимально дипломатичным ко всем слоям населения всем огромное спасибо